Здравствуйте, дорогие друзья, меня зовут Михаил Кириленко, и сегодня у нас интервью с замечательным звукорежиссером Виктором Фарафонтовым. Здравствуйте, Виктор. Здорово. Спасибо, что пригласил. Привет всем, друзья. Значит, мы сейчас находимся в его студии, называется она «Блюз-минус». Да. Вот, Виктор, расскажите, пожалуйста, немного о себе, из какого вы города, как вообще попали в звукорежиссуру. Слушай, ну ты такой прям вопрос первый задаешь. Когда я смотрю чьи-то стримы, мне кажется, что вот это вот самое скучное хочется промотать. Когда вот полстрима человек рассказывает, как вот я в пионерском лагере взял гитару в первый раз с руки. Ну, я думаю, так, основные вехи хотя бы как вот попали в эту профессию. Хорошо, ладно, коротенько, потому что, мне кажется, людям гораздо интереснее было бы там, не знаю, про колонки поговорить. Поговорим. Про микрофоны. Ну, лет в 15 примерно я увлекся музыкой. У моего папы были много хорошие музыкальные коллекции. Это мне там Абба, Битлз, катушечные магнитофоны. Вот, и я начал учиться играть на гитаре сам и стал записывать все это сразу же, тут же. Вот прям я намотал звукосниматель из старого динамика, вынул магнит, намотал звукосниматель, вставил в эту гитару советскую, воткнул в катушечный магнитофон и стал с одного магнитофона гонять на другой и дописывать наложением. То есть фактически я продакшеном с 15 лет занялся. Вот, и потом эта всю жизнь продолжалась непрерывно. Вторым таким толчком был после папиных магнитофонов, что у нас на кружке физики была студия звукозаписи, огромная. То есть это какое-то государственное предприятие, там какой-то институт был, Дворец пионеров в Питере, я в Питере жил. И была программа профессиональной студии звукозаписи. То есть там синтезаторы стояли, какие-то магнитофоны, пульты. И меня это так впечатлило, нас преподаватель туда завел, я там целыми днями пропадал, включал какие-то драм-машинки, какие-то синтезаторы, тоже наложением начал писать песни, сочинять, сначала чужие стихи. И так вот пошло-поехало, что вот я это полюбил, и вот всю жизнь это меня сопровождает. А образование есть звуку решили? Нет, звукозаписиевского нету. Ну, во-первых, тут такая еще история. У нас в советское время фактически эстрадные звукорежиссуру, ну, в общем-то, негде было изучать. Преподавалась какая-то академическая звукорежиссура, там, не знаю, Пригнесенке и еще где-то. Но все эти разговоры бессмысленны, потому что мне родители запретили заниматься музыкой и околомузыкой. Сказали только через наш труп, я хотел куда-нибудь музыкальное поступать. Они заставили меня вот по физике поступать на физфак МГУ. Я поступил. В принципе, это немножко смежное. Там даже, на самом деле, с запасом там акустика была, и теория волн, и все прочее. Даже там какие-то там дисциплины, там, статистические методы в квантовой механике. Это просто, если посмотреть список дисциплин, которые я проходил, то хватит на несколько образований там других обычных. Довольно смежно, в принципе, это дал техническая подкованность. Там были практикумы электрические, например, там, какие-то схемы мы собирали, вплоть до того, что программировали какие-то контроллеры, там, ЦАПы даже программировали, чтобы эксперимент, например, светит лазер, да, и ЦАП принимает там сигнал от этого лазера и передает в компьютер. То есть, в принципе, все то же самое, электричество, акустику я освоил там. Потом переехал в Москву. А в каком городе? В Питере жил. До 17 лет в Питере. Где-то с 17 лет я поступил на физфак МГУ, здесь остался. И параллельно с физфаком, естественно, хоть родители и запретили, но здесь они меня уже не контролировали. И я больше, чем на лекции, я ходил на репбазу. Там была репбаза своя у нас, все было там, инструменты, все, что хочешь. И концерты, и музыкальный центр был в МГУ, все это процветало. Там даже какие-то известные коллективы родились, типа, там, несчастный случай. Говорят, Алла Пугачева там репетировала. Секретный ужин, это вот наша группа, она тоже довольно известная была. На стадионах даже вылезли. То есть я больше на стадионы, чем на лекции, стал ходить тогда. И, естественно, все время приходилось записывать. Допустим, мы сочинили несколько песен, хочется записать. А кто у нас там? Вот Витя у нас. Давай, Витя. И я записывал все это. И так постепенно, фактически с 15 лет непрерывный стаж идет. Вот. И смотри, вообще такая ситуация с образованием была в звукорежиссуре в те времена, а это там 90-е годы, скажем, да. Просто отсутствовало эстрадное образование, эстрадные звукорежиссуры. И мне пришлось пойти просто найти специалистов, заплатить денег. Вот я нашел Володю Овчинникова, заплатил ему денег. Он мне дал первый толчок. Был моим первым учителем, начал меня учить. Потом уже у меня был перерыв, потом я опять возобновил образование. И второй мой учитель был Андрей Клюшников. Он сейчас преподает как бы профессор звукорежиссуры, наверное, в университете Синергия, на факультете музыкальной звукорежиссуры. Я считаю, что это просто какой-то феерический преподаватель. И совершенно случайным образом я у него учился, то есть я даже ему не платил, он просто, мы с ним переписывались, и мне нужен был ассистент в студию. А он говорит, Витя, давай я у тебя поработаю. Говорит, да ты что, ты величина, я никто. Только ты у меня поработаешь. Он говорит, а мне нормально. Я говорю, ну давай, ладно. Короче, этот великий Андрей Клюшников пришел ко мне в студию, и мы стали делать мастер-классы, его мастер-классы у меня в студии, а я как бы, как владелец студии, тут сидел и подсматривал все это, и научился просто феерический уровень у Андрея. Он мне самые такие основы настоящие дал, очень большие. Плюс потом, естественно, платные мастер-классы, видосы в интернете платные. То, что там великие звукорежиссеры, там, Крис Лорд Элджи, Эндрю Шепс, естественно, все это я пересмотрел. Вот, ну и практика, огромная практика. Вообще вот, как бы это сказать, ну то есть, что значит в образовании по звукорежиссере важно? Знание и практика. И у нас либо того нету, либо того нету у людей. И как получить практику начинающему звукорежиссеру, я придумал сам. Я открыл реп-базу, просто собрал денег, на другой профессии заработал денег. Мы арендовали помещение, сделал реп-базу и стал записывать демки людям. Люди приходили, репетировали, говорили, а вот давай запишем то, что там хотите. И людям стало нравиться, да, пошло-поехало. И постепенно вот эти демки стали приближаться к уровню уже эфирных каких-то качеств. Постепенно стали брать на радио, на эфир. Я понял, что все зашибись, можно закрывать реп-базу и только студией заниматься. А вот конкретно вот вы эту студию, Адан Блюз Минус называется. Вы уже как вот сюда попали, как здесь начали заниматься? Эта студия у меня примерно пятая. Это просто была мечта у меня. Эта студия загородная, то есть тоже она необычная. Она при моей даче, отдельная такая пристроечка, и в ней студия. Большая, профессиональная, хорошая. Это у меня было много-много лет, даже больше 10 лет назад мечта такая, сделать такую студию. Но не было денег, естественно, не было возможности. И пока не было денег, решил, что терять время. Я арендовал помещение где-то в Москве, одно, другое. В кредит набрал аппаратуры, потом скопировался с ребятами из другой группы. Мы вместе аппаратуру набрали. И, собственно, основную известность, имя какое-то я заработал на той студии. А потом произошло случайное событие. Вот это здание уже было здесь, у меня наследство досталось. Мы квартиру продали, попили загородный дом с женой. А мечта оставалась. Но я уже там прижился, уже вроде как все известно, и звезды пишутся, все дела идут хорошо. И уже мысль пропала про загородную студию. Но в какой-то момент произошла опять-таки случайность интересная. Мне один известный человек, ну, звезда, по сути, он предложил, давай-ка я у тебя куплю твою студию, у меня репетировать типа негде. Я говорю, нифига себе. Первая реакция была, что да нет, не надо. А потом я так подумал, подумал еще, а я же могу свою мечту осуществить. Он мне купил студию, на эти деньги я здесь делал акустическое оформление, там, ну, и просто какие-то инженерные коммуникации, не знаю, там, батареи, электричество. Вот. И моя мечта осуществилась. Ну, правда, меня все отговаривали от этого. Потому что говорили, что... Удаленность, да. Даже загородная студия, типа, а ты, Витя, у тебя все клиенты отпадут. Оказалось, что наоборот. Все мои клиенты скажут, что, Витя, мы с тобой, там, хоть в Сибирь за тобой поедем, за твоим звуком, все нормально. И реально стало даже больше здесь почему-то работы. Интересный пункт. Хорошо. Потому что, да, обычно вот слышишь такое, что дальше студия, там чуть ли даже не в Москве, если она далеко, сложно ездить, а тут... Удивительно. Я как бы рискнул, чтобы свою мечту осуществить, и риск оправдался. Работа больше стала. Раз мы заговорили об артистах, можете вкратце рассказать, с кем работали, что вот интересного было, громкие имена? Конечно. Ну, сначала, знаешь, что скажу? Потому что есть у студии, у каждой портфолио отдельно студии, портфолио специалиста, как бы звукорежиссера, да? И я, как владелец студии, как могу эти оба раздела в себе записывать. То есть, например... Из студии. Да. Например, у меня в студии там бывали ситуации, скажем, приходит группа «Мельница», а мне было некуда там ее писать. Я своего друга попросил, как звукорежиссера. И на базе моей студии писалась там группа «Мельница», там «Звери», «Шура Би-2», там «Черный кофе», «Ночные снайперы». Это как бы как студия, да. А как специалист именно, когда вот я работал именно с ручками, как звукорежиссер, то есть неважно, чья студия, работал с Найком Борзовым, Сембе, «Конец фильма», «Мара», «Крыс», «Матвея», «Анечкина». Ну, там много, наверное, не вспомню. И еще, например, отдельным таким вот достижением считаю работа с телевидением из... Был такой мюзикл Первого канала «Кремлевская елка». То есть для меня это какое-то, я считаю, самое такое большое достижение, потому что «Кремлевская елка» ее заказывает администрация президента, и фактически это как бы самый такой высший заказчик в нашей стране. Вот, и мне доверили это делать. Это снималось в Кремлевском дворце съездов Первым каналом. А вы там звуком? Именно миксинг? Запись сведения. А, запись сведения. Причем, например, там в предыдущий год для меня это делал Андрей Левин, известный наш гуру, звукористов «Мосфильма». Я так, блин, думаю, нифига себе, после Левина мне доверили. Ну, как бы для меня это уже, я думаю, вот все, наверное, уже какие-то большие заказчики, которыми я доволен, пошли. А вот те, кого вы назвали, вы чьи-то альбомы сводили или песни? То есть там и сведения, и записи сведения. Некоторым даже делал продакшены и даже сам играл иногда. Например, там, например, группе 7B, я как музыкальный продюсер сделал целый альбом, прям сам играл даже самые ударные песни, которые мы прям заранее планировали на радио. И одна из таких песен в «Чартовой дюжине» болталась довольно долго на первом месте. Ну, и в ротации потом она долго была. И это как раз дало основной толчок вот моей карьере звукорежиссера, именно что 7B попало на первое место в «Чартовую дюжину» и ко мне повалил народ сразу. То есть сразу конец фильма. А какая песня? «Мой генерал». А, «Мой генерал». Ну, я их знаю, какие-то песни. Не, все знают… «Молодые ветра». «Молодые ветра», да. Да-да-да. Вот это одна из песен. «Косанок камеры». Да-да-да. Это еще при Али Пугачевой там делали. Это до меня еще было. Я так понимаю, если брать вот жанровую составляющую, то вы в основном живыми коллективами работали. Или вот разные там… Слушай, ты прям в точку попал. Это вообще такая тонкая тема в карьере звукорежиссера, что можно стать актером одного амплуа, понимаешь? Да, вот ты попал в тусовку, скажем, хип-хопа, да, сделал хорошо, и тебе повалил весь хип-хоп. И ты уже хочешь, не хочешь, ты уже должен вот это вот все записывать всю свою жизнь. Вот. Или шансон еще хуже. Ты сделал классный шансон, выставил кому-то, пошла молва по всей там тусовке шоу-бизнеса, что он сделал шансон охрененно. И все, и ты становишься заложником этого шансона. Я это осознал сразу, что вот это проблема, и сразу публиковал только работы, которые с живыми барабанами, поп-рок, то, что мне нравится. Вот, не знаю, там рок, поп-рок, гитарки. И вот чтобы эти люди… И, да, а то, что я делал, скажем, попадался, конечно, не шансон, попадался хип-хоп. Ну, естественно, от работы не откажешься. Вот. Это я скрывал. И формировал таким образом свое амплуа, репутацию, как именно, что вот Витя делает поп-рок. И так оно и получилось, собственно. Интересно. Вот это хороший совет, я думаю, даже для и тот, кто начинает заниматься. То есть, те стороны свои выставлять на первый план, чем сам хочешь заниматься, а не все подряд, я это, это. Ну, можно, я вот так вот думаю, что звукорежиссер вообще может с любыми жанрами, как вот и вы, работать. И с хип-хопом, и с шансоном, и с поп-музыкой, и с рок-музыкой. Удивительно, что ты так думаешь, потому что это же расхожее мнение, что звукорежиссер — это узкое специализирование. Например, академический звукорежиссер не может записать рок. Например, есть такое, да, расхожее мнение. Или там рок, поп-звукорежиссер, хип-хоп-звукорежиссер нельзя пускать в академическую запись. Я как раз согласен с тобой, что если ты получаешь свой скилл, если у тебя тренированы мозги и уши, то жанр любой подвластен тебе. Джаз, не знаю, там, фолк, акустическая музыка. Ну, академическая стоит особняком, ладно, там просто у нас базы нету для того, чтобы учиться академической музыке. Этих залов и оркестров у нас по пальцам пересчитать, ты не можешь практиковаться много в этом. Вот. А остальное, скажем, джаз, фолк, акустика, малые составы, это можно делать совершенно спокойно и развиваться. И я вот в этом смысле развиваюсь. Очень люблю разные жанры писать. Разные. Например, там, джаз попадается. И сознательно, например, я сам себя заставил освоить металл, тяжелую альтернативу, потому что я считаю, что это самый сложный зонер в звукорежиссуре. Сложнее только, наверное, фолк-металл. Вот когда... А почему вот металл? Потому что инструмент каждый занимает весь спектр. Дисторшн-гитара. Да, от самого низа до самого верха. Барабаны. Скриминговый голос тоже самое. То есть там просто некуда воткнуться, и никак ты не можешь уложить все эти инструменты, чтобы хотя бы их слышно было. Потому что ты возьмешь там не очень профессиональную запись начинающего звукорежиссера, это металл, там, например, барабанов не слышно. Чтобы они прорезались сквозь гитары, нужно очень много знаний, очень много практики и манипуляций сделать. Это гораздо сложнее, чем ты, скажем, записал джазовый коллектив, просто фейдеры в ноль выставил, оно уже звучит. Потому что там классные музыканты, естественные натуральные тембры, там можно даже без эквалайзера, там, как Элл Шмидт, он без эквалайзера должен. Да-да-да, баланс. Просто баланс, ну да, и подбор микрофонов. А в металле не получается. В металле надо много химии, много там манипуляций тонких, детальной проработки. И мне, на мой взгляд, это самый сложный стиль, чтобы именно свой скилл, как челлендж для себя, для звукорежиссера. Я вот поставил себе такой челлендж, хотя ко мне не ходят металлисты, потому что цены высокие. То есть у меня уровень цены такой, что это отсекает молодых ребят, к сожалению, они просто не ходят ко мне. И я специально кого-то там бесплатно записал, кого-то там... А, вот для именно... Да, чтобы освоить этот скилл, да. Потом уже мне повезло, круиз, мне как-то случайно зарулил, круиз Матвея Янечкина, там основа металлическая, там тоже дисторшн гитары с пониженным строем, и уже смог как-то профессионально применить этот скилл, уже получилось. Вот это интересная тема. Так, ну давайте потихонечку перейдем к самому интересному, к звукорежиссерскому так называемому блоку. Да, наконец-то. Да, и обсудим как раз и сведения. Но вот хотелось бы начать, значит, с мониторинга. Тема непростая, тема трудная, зависит еще многое от комнаты, мы знаем. Вот. И, собственно, вопрос мониторов. Какой у вас опыт в этом вопросе, в этом плане? На каких больше нравится работать? С какими мониторами работали? Какие там не очень нравятся? Почему? Вот так вот в общем, если да. Работал с очень многими мониторами. То есть, видимо, там, не знаю, меня производители считают каким-то известным, что ли, звукорежиссером, приносят мне постоянно на тест. То есть, все наши российские приносили на тест. Давайте прям сразу с фирмами будем их обозначать. Ну, давай сразу с моих любимых начнем. Давайте. N-monitors, например. Вот как-то так получилось, что они мне не приносят. Я в полном восторге. И уже много-много лет, уже скоро на лет 10, я работаю как на основных мониторах N-monitors. И дальнее поле у меня было, и ближнее поле. Именно мейны были, да? Мейны были, да, которые встроены в стены. Тоже классный монитор, да. Вот. Тоже. В этой студии, к сожалению, мне их просто некуда было воткнуть. А так они, да, в предыдущей студии стояли несколько лет, и я их использовал. Просто получается так, что ничего близкого по цене сравнимого нету. То есть, чтобы такого же уровня получить от любой другой марки, это надо в 3, в 4 раза больше денег заплатить. Вот банальная причина, по которой N-monitors я полюбил и использую. Вот. Ну, из того, что мне еще нравится, вот если бы у меня был неограниченный выбор, я бы, наверное, ETC взял. Может быть, там, 45-е, или как они там, 40-е, с двумя динамиками. Я тоже, да, не помню название. 25-е с одним динамиком, по-моему, 40-е с чем-то, с двумя динамиками. Вот мне нравится такой звук ETC, и как раз вот эти н-monitors мои, они где-то приближены к этому звуку, там, процентов на 70, но цена... Она... На 70 приближена, но стоит в 3-4 раза дешевле. Да, причем... Даже есть какие-то нюансы, я бы даже по некоторым нюансам сказал, что ETC лучше. Ну, в чем-то хуже, в чем-то лучше, но при такой цене уже нормально. Вот. И как бы нет смысла тратиться, лучше, не знаю, там, мы с детьми съездим там на море несколько раз, чем я напрягусь, куплю эти ETC, там, да, и мы останемся без моря. Вот. И то, это же еще должно подтвердиться в работе, то есть на ETC вы уже работаете, вы знаете результат, от ETC, то еще какое-то время все равно должно пройти, чтобы... Это не страшно. Ну, подумаешь, ну, за три месяца привыкну к новым мониторам. Кстати, это вообще интересная тема, что, в принципе, то можно к любым привыкнуть. Например, комната, она гораздо важнее, чем мониторы. То есть можно поставить любой марки хорошие там, ну, не самые начальные уровни, скажем, у любой марки есть начальные какие-то мониторы. Хотя, блин, у N-мониторов даже начальные нормальные, я бы на них работал даже. Вот, 300-ки, самые дешевые. N-100, да, по-моему, называются. Я даже на них. Вот я на предыдущей модели там и Найка Борзова делал, и Конец фильма, и Мару, и это все попадало в ротации, там, издавалось, все были довольны, счастливы, и моя репутация только росла. Именно на N-100? Именно на N-100. И по низу хватало? По низу нет, у меня же были мейны. А, мейны. Я низ проверял на мейнах, там вот такие вот мониторчики огромные. Но основную работу делали на N-100? Да, то есть это несколько, там, пять минут бочку бас, взаимодействие бочки с басом выстраивал на мейнах, а 90%-95% на маленьких делал. Да, это, конечно, достойно уважения. Вот российский производитель, то есть будем иметь в виду, что мониторы класса действительно очень-очень высокого, и не зря вот, в общем-то, они такие. А вот, значит, если обсудить уже внутри мониторов двухполоска, трехполоска... Слушай, тоже прям в точку попало, это прям для меня больная тема, что на двухполосках, но таких маленьких, нет низа. Вот, и когда ты работаешь с современной музыкой, если посмотреть, там, лет за семь последних Грэмми получали за звукозапись именно, за звукорежиссуру, записи с ультра-низом, с гипертрофированно низким, раздутым, громким низом. То есть это фактически такой тренд, который каждый звукорежиссер не может игнорировать, что в современной записи ты должен с низом работать много. То есть не как в НС, как только с середины все работали. Вот, и поэтому, чтобы контролировать постоянно, потому что, смотри, это же как кромысло. Если, допустим, ты работаешь с серединой, но не слышишь низа, ты можешь профокапить что-то в середине и поверху, потому что взаимодействие середины с низом большое. Ты добавил низа, у тебя очень многое уходит из середины. И тебе нужно обязательно, вот я считаю, современному звукуорежиссеру к крутому. Обязательно слышать фулл-рэндж, большой звук, постоянно. Может быть, я с этим ошибаюсь, но смотрите, вот уже Костя Мотофонов то же самое. Он пришел к бейтфутам, которые с низом, которые с фулл-рэнджем. Игорь Лалетин, у него тоже стоят мониторчики с большими, ну, трехполоски, громкие, с большим низом. И еще такая штука, что на таких мониторах ты сразу слышишь большой звук. Это такое эзотерическое понятие звукуорежиссеру, но все его знают, что такое большой звук. Большой звук, да. Глубокий, с большим динамическим диапазоном, с расположением по планам, по вертикали, по горизонтали. И на маленьких мониторах двухполосных этого не слышно. То есть ты работаешь, не управляя. Ты как бы делаешь в очках затемненных свою работу, не понимая, что происходит с большим звуком. То есть двухполоски не тянут, они все равно не воспроизведет вот этот вуфер, какой бы он большой не был, хоть восьмидюймовый, адекватно вот эту частоту кроссовера там два с половиной, грубо говоря, три килогерца, и ему надо уйти там пятьдесят. Невозможно. То есть, ну, это, в общем-то, физика. Да, тут третий динамик посередине, который тебе показывает и середину, и у тебя большой динамик за саб-низ отвечает, за низ. За саб-низ. Все понятно, да. Ему легче. Да, да, да. Согласен, я тоже. И вот, кстати, еще смотри, тоже такую проблему возникает, то, что я говорил про большое, про дальнее поле. На дальнем поле постоянно работать у меня не получается. Не знаю, может быть, я не прав, но там такая ситуация, что в них слишком все хорошо. То есть, ты просто не трогай ручки, выводишь там бочку, бас, выводишь вокал, не знаю, там какую-нибудь цыкающую маленькую гитарку, и все это слышно, все это уложено. Никаких конфликтов не происходит, они отрабатывают, совсем справляются. Вот. И только ты переключаешься на маленькие, типа и нас, так мониторов, начинаются конфликты, что-то становится неслышно. Поэтому это не инструмент. Когда тебе инструмент не показывает никаких проблем, все без проблем, ты не можешь работать. Поэтому на дальнем я не могу работать. Мне нужно нижнее. Вот возникает коллизия. Ближнее. Ближнее. С низом. С низом, да-да. Почему мы не можем получить ближнее поле с низом? Тоже вот, тяжелый монитор. Да, они, эти колонки, к сожалению, выкинули из линейки даже. Они считают, что такие трехполоски должны работать в среднем поле. Вот. Я не знаю, как на них повлиять, ребят. Если вы смотрите этот стрим, задумайтесь, что для современной звукорежиссуры желательно иметь ближнее поле, чтобы работать со всей детальностью, но с низом. И вот этот форм-фактор, он идеален. К этому пришла ATC, SCM25. Это вот их форм-фактор. Хеды есть такие. Что там еще? У Focal есть какой-то такой форм-фактор, по-моему. Я вот всей модели... SM9, наверное, да? Нет, он средний. Я его ряда не знаю, да. Вот. Ну, в общем, к этому... А, Бэйрфут, Нойманы, точно. Кэйч 360. Нойманы, Бэйрфут. Но у Нойманов там другие проблемы, но не будем ругать публично. Не, они... Ну, да. Там и хорошее, и плохое есть. Да. Вот. А ребята, как бы весь мир делает ближнее поле трехполосное, а ребята из мониторс убирают их из линейки своей. Не, ну, возможно, еще и будет, и тем более можно связаться с ними. Я думаю, они сделают. Может быть, твой авторитет поможет. Меня они уже не слушают. После вот этих слов, учитывая его отсутствие, что там поможет. Ну, ладно. Ну, посмотрим, да. Не, в любом случае, мы вот... Да, уж скажем. Вот сейчас полдня буквально тестировали вот эти замечательные X800, то есть как раз восьмидюймовый динамик нижний. Ну, просто очень впечатление. То есть лично мне произвело очень хорошее. То есть мониторы действительно прям такие крепкие. И хотелось бы их даже иметь. вот, но надо связываться с производителем, то есть изготовить ли. Потому что десяток я лично не слышал. Все надо слушать. Вот, поэтому... И желательно еще потом и работать. Поэтому вот так вот трудно сказать. Ну, я думаю, что там, наверное, и десятки неплохие, но... Слушай, привозили мне на тест новые вот эти вот тысячные, они называются, с десятками. Да-да-да, интересно. Блин, мне вот эти больше нравятся. Их же, те тысячные, их не поставишь близко. Вот весь этот мой длинный спич про ближнее поле, про работу с детальками там, да, чтобы звукорежиссуров... Ну, ты контролировал, как хирург, все мелкие детали. То, что НС-ки дают. Это нужно в ближнем поле, к сожалению, слышать. А тысячные ты обязан поставить далеко, в дальнее поле. Там, опять же, это уже ближе к мейнам становится. Все красиво, информации мало, звукорежиссурой трудно заниматься. А вот, например, еще мониторы разделяются на пассивные, активные. Тут какие предпочтения? Слушай, наверное, так вот. В дешевом сегменте и в среднем пассивные обязательно. В топовом сегменте можно любые. Вот в хороших там каких-нибудь джиннелеках, которые за динамиками дорогих, там за миллион рублей, которые стоят. Там же встроенный усилитель, они активные, но он офигенный. Да, просто качество усилителя. Он дорогой, классный, да, качественный, и там нормально. А вот в нижнем сегменте, скажем, там, Ямаха, седьмая, там, Адамы, какие-нибудь, Факалы, типа там, БЕ-6. Там самые дешманские усилители, какие-то, видимо, за несколько центов, буквально, китайские, стоят с Алиэкспресса. Ну, конечно, не с Алиэкспресса, это я шучу. Они там партиями закупают. Но реально, там самые какие-то, чуть ли не бытовые, эти микросхемы стоят. Прямо слышно ушами, что идут искажения, там, всякие, там, нелинейные. В общем, вы получаете в хороших колонках, даже если там хорошие динамики, удачный корпус, но самый дешманский, какой-то за считанные центы усилитель, который вносит искажения, такие, что невозможно работать. Иногда вот в таких колонках дешевых, типа там, начального уровня, которые массово у нас считаются, ну, КРК, например, какие-то недорогие, там, начальные модели. Прибавляешь вверх, а там, децибел, ничего не изменилось, два, ничего не изменилось, три децибела, только вот шесть ты прибавил, да, стало больше верха. Понятно, да? А в этих там, 0,1, 0,2. Понятно, потому что усилитель хороший, тоже отдельный, внешний. Вот, второе преимущество в этом сегменте внешнего усилителя и пассивности, что можно колонки менять, а усилитель оставлять. Это просто... Или от одного усилителя несколько колонок. Кстати, да, еще вариант можно сэкономить просто в два раза. Вот у меня так и сделано. У меня вот эти две пары из одного усилителя работают, переключаются тумблером. Вот. Например, разонравились колонки, хочется другие. Усилитель остался, а это половина стоимости системы мониторной. Да, да, да. Меняешь колонки, усилитель остается тоже плюс большой. Вот. А также можно усилители менять. Например, если нет денег, взять, например, колонки с дешевым китайским усилителем, это будет круче звук. Буквально за 4 тысячи рублей с Алиэкспресса. Вот. Можете там у тех же представителей монитор спросить модели, они прям знают даже, какие модели на Алиэкспрессе уже проверенные, годные. Они отличаются там на 5% от дорогого усилителя по звуку, ну, может, там на 6. Вот. Можно работать, начать, но уже этот звук будет круче, чем у начальных фокалов Адамов КРК. Активных изначально. Активных, да. Он будет уже там на 2-3 главы лучше. Уже он будет профессиональный, можно начинать работать. И подкопить на усилитель и взять там за 70, за 100 тысяч усилитель через некоторое время. Да. Ну, можете фирмы назвать, чтобы люди... По усилителям? Да. Ой, трудно. Филигран мне нравится из наших. Вот. Из западных Брайстон мне нравится. Брайстон, да. Классика. Все классика. Да. Еще вот очень интересно... А Диджилаб? Диджилаб офигенный. Вот считай, но они их перестали делать. Тоже отечественные. По-моему, они их не делают сейчас. Ну да. Смотрим. Сейчас появился у N-мониторов свой усилитель. Еще они мне обещали привезти его, послушать, пока не доехал он до меня. К сожалению. Но я предполагаю, что это будет крепкий, достойный уровень. Да, если мониторы делаются хорошие, то стало быть... Они сами просто не позволят себе там позорить свои мониторы плохим усилителем. Я думаю, что он хороший. Я его слышал на выставке, но там шумно было. Да. На выставке мне понравился. Но объективно трудно сказать. А вот вопрос еще такой тоже в звукорежиссерской среде достаточно часто. Он возникает. Громкость при сведении. То есть кто-то там за какие-то высокие значения, кто-то, наоборот, говорит, что и потише. Или там отречем. Слушай, у тебя все вопросы острые. Прямо все время в точку. Я об этом тоже и много думал. И это острая тема, потому что у нас даже как-то считается, что кто сводит громко, это типа так, мелкий звукорежиссер, настоящий, сводит на тихой громкости. Типа я считаю все наоборот. Что я могу даже это подвести теорию под это. Когда ты включаешь большую громкость, вот смотри, у тебя динамический диапазон уха, допустим, 130 децибел до болевого порога, чтобы прям больно стало. 140. Ну, пойми все-таки, чтобы уж прям туда уйти. Слушай, на концертах западных групп 130-140 бывает. Причем, часть публики стоит у порталов. Потом уже все, ничего не слышно. Слушай, да, у меня один друг слег с температурой 40 после концерта одного такого, тоже в Олимпийском, или в юбилейном в Питере. пошел. берегите свои уши. Я вот тоже работал долгое время на живых, но... Ну, короче, продолжил свой спич. Да, да, да. Вот у тебя есть, допустим, 120 децибел, диапазон нашего телеволического уха. И чтобы услышать самый тихий звук, допустим, там, не знаю, ну, если взять 96 децибел CD формата, Да, 16 бит. Там, не знаю, какая-нибудь тихая шуршалка, флейт или гобой, там, сыграл, паузе, после громкого места, после там апофеозного. Если ты уменьшишь громкость ручкой, вот так вот, то смотри, во сколько раз ты уменьшил громкость этого тихого звука, ты просто не поймешь, что с ним происходит. Понимаешь, да? То есть ты детали в общей звуковой картине ты просто не контролируешь на тихой громкости. Ты не можешь контролировать динамический диапазон, даже там балансы ты не сможешь услышать. Поэтому, чтобы тебе реально разобраться, разобраться, не только баланс, там есть такие еще эзотерические понятия, как, не знаю, глубина. Это не то, что пространство, а, кстати, пространство тоже. Тихие реверы, тихие отклики от дальних стен, залом, комнаты, они вот при такой громкости, они вот так вот, да? ты уменьшаешь пропорционально, он становится вот таким, ты просто его не услышишь. А когда ты не слышишь что-то в звуке, ты не можешь это контролировать, ты не можешь подкручивать, не можешь с этим работать. То есть необходимо хотя бы ненадолго, на какое-то время, там, включать громко и вот эти детали прорабатывать на большой громкости. То есть вы говорите, что на какое-то время включать громко, но громко, получается, все равно постоянно мы не работаем. Я долго громко работаю, большая часть времени я громко работаю. А, именно громко. А громко это как? Не знаю, не могу сказать. Ну, по отношению к речи, например, человеческой. Ну, намного громче. Намного громче. Вот мы сейчас сидим, говорим, в районе там 40-50, Да больше, я думаю. Я не мерил, надо бы померить. Ну, по флетчеру масону, вот этим кривым, это вот где-то мы должны к 76-80 приближаться по вроде как уровню, и тогда у нас более-менее АЧХ. Кстати, это еще одна проблема, которую мы получаем на маленькой громкости работая. Да, потому что мы низ, он у нас, как бы так сказать, больше. И, кстати, вот есть такое, это же понятие большой звук в звуко-речесуре, да, что вот у нас только там несколько человек его делают в стране, этот большой звук, на западе делают большой звук. Опять же, как ты проконтролируешь, что ты делаешь в большом звуке, если ты слышишь маленький звук, тихий? Это же тихий звук, он маленький, ты не можешь динамику контролировать, например, не можешь вот эти все параметры, микродинамику тоже. Ну, тоже поясним, тихий – это тот примерно, как речь или чуть ниже речи? Как речь, например, даже. Да, да. То есть это все-таки будет... Ну, я вот почему тоже постоянно этот вопрос спрашиваю, ну, вот уже несколько интервью провел, ну, кто-то не обращает внимания, кто-то по ощущениям, кто-то уже это отрефлексировал, то есть вот, да, уже обдумаю, как вы, например. И такой момент, что я слышу разноголоси... В этом вопросе разноголосица некоторая присутствует, и очень трудно прийти к общему знаменателю, и звукорежиссеру каждому приходится вот через свои ошибки, грабли, так сказать. Потому что вот Крис Лортелджи в каком-то интервью проскочил, что «работайте на тихом». Интересная фраза. Хотя, вроде логически, и динамику ход надо больше дать, да, и мы должны балансы слышать. Но так вот весь день просиди, там, в 6 часиков, например, посводи на 80 дБ. Нет, 6 невозможно, конечно. Я думаю, что на хорошей громкости на 4 с перерывами. Я вот свожу не больше 4 часов, и то это с перерывами. То есть, не знаю, там, барабаны сделал, например, пошел пить чай, отдыхать, и уши отдыхают. Да, громкость. А вот бывает так, что в громкости она такая экспрессивная, эмоционально, вроде как ты вроде достиг, а включаешь тихо, и микс блеклый. А вот когда в тихом достиг, нужных красок, нужных каких-то... Слушай, это вот самый мощный аргумент. Сделал погромче, и вау, а громко бы я так не сделал, громко бы я бы испугался. То есть, тут как бы отдаляешься от картины, вот когда мы наслаждаемся в музее картиной, мы должны от нее отдалиться, а вот если мы впритык посмотрим, мы как бы уже видим детали, но общего не видим. Слушай, хорошо, что ты про картину сказал. Вот пока ты не сказал про картину, я не знал, что ответить, потому что очень логичная речь у тебя получилась. Как правильное логическое построение, и нечего возразить. Но с картиной, смотри, какая ситуация. Ты картину воспринимаешь издалека, как зритель. Но когда ты мастер по созданию этой картины, ты должен каждый мазочек прорабатывать. Если ты будешь с большого расстояния тонкой кисточкой прорабатывать, ты промахнешься, и у тебя будут грубые детали. А классный микс — это именно проработанный, детальный, мелко отшлифованный, каждая мелкая деталь в звуке до блеска. Вот это, кстати, тоже хороший аргумент. Действительно, мы же лицезреем, как, так сказать, наблюдатели, как зрители, вот, а уже работает мастер, работает он, в принципе, близко. Ну или хотя бы вот у него там, если Мальберт, ну вот так вот он может работать, но недалеко. Так что да, с картиной классная. Ну и второй аргумент у меня, что просто тоже логическое построение. Вот допустим, ты хочешь получить большой звук, в котором есть всё. Низ, верх, динамический диапазон, микродинамика, соотношение между какими-то маленькими откликами от стен, комнаты при записи барабанов, как она соотносится с вокалом, например, да. Ты вот на такой громкости, у тебя громкость этой отклика стен будет вот такая вот аромат. И ты уже там её не... Ты просто не контролируешь её. Надо делать вот так, вот так, вот так вот. Всё, что ты слышишь, контролируешь. Ты управляешь своей работой. А когда вот так вот, как управлять своей работой, ты просто лишён инструментов понимания, что происходит. Тоже вот такое логическое. Ну, правда, мы бывшие физики, мы всё можем объяснить логически. Ну, да, да, да. Постфактум. Ну, да. Поэтому можно искать... Ну, в общем, вопрос такой, требует детальной проработки. Виктор, а вот какими вы пользуетесь обработками во время сведения? Ну, начнём с более такого глобального разделения аналог железа, а потом уже перейдём к борьбе. Это самая такая жёсткая, хайповая тема, да, цифро-аналог. Да, да. Я приверженец цифры, причём такой идеологический, убеждённый, потому что это эргономика, удобство, рекол. И, к тому же, вот ещё, я же не только звукорежиссёр, я же ещё и аранжировщик, но как бы делаю полный цикл продакшена. И когда ты делаешь полный цикл продакшена песни, то творческая составляющая выходит на очень большой план, и как бы звукорежиссёрские тонкости немножко отходят на второй. Тебе важнее сыграть эмоциональную, там, крутую партию, сделать какую-нибудь, там, талантливую аранжировку, понимаешь? И в этой ситуации цифра однозначно выиграет. Потому что, если ты будешь бегать, соединять провода по аналогу, там, патчить панель, там, переключать компрессор, думать, какие микрофоны тебе, отматывать ленту, я просто забуду, что я хотел сыграть. У меня пройдёт творческий порыв, вдохновение пройдёт, я не смогу эмоционально, круто записать партию, записать аранжировку, сыграть там какой-нибудь соло, которое выдавит слезу из слушателя. Вот такая ситуация. Ну, а звучание? Слушай, даже по звучанию, сказать по правде, я вот проводил слепые тесты, лично для себя, чтобы разобраться с этим. Там, брал, например, проект, и делал сумму на ССЛе, на Мосфильмовском. Сравнился с проталозовой суммой, с ХДшной проталозовой суммой. Вот. Разница, она настолько минимальная, настолько копеечная, потому что цифра высшего класса звучит там, ну, на копеечку хуже аналога. Вот. И эта копеечка компенсируется каким-нибудь хорошим сатуратором. Вот буквально просто на сумму вешаешь какую-нибудь имитацию аналогового прибора, хороший плагин, не знаю, плагин или плагин, правильно говорить сейчас. Ну, слово не русское, это вообще два слова, плагин, поэтому, я думаю, не имеет особого значения. Так что, друзья, вы меня простите, если я неправильно говорю, я почему говорю плагин, а смотрю, так сейчас многие говорят плагины, да, мне, честно говоря, немножко смешно, мне это кажется с водкой, там, не знаю, мастерингом, а я смотрю, что все уважаемые люди говорят плагины, плагины, вот. Ну, трудно сказать. А я могу сказать, почему. Словаре надо посмотреть. Дело в том, что я какое-то время, мне не хватало денег музыкой, у меня было мало, и я решил подрабатывать дизайном, рекламой, фотографией, и там в фотошопе еще в 90-х годах, я вот такой древний, что я уже в фотошопе в 90-х пробовал что-то делать, там эти плагины, плагины были уже, но они для видеообработки были, ну, не видео, а графической обработки, и тогда было принято в дизайнерской среде, в среде издательской, называть их плагины, вот, а сейчас в звуко-режиссерской вроде как плагины, но я уже привык к плагины. Ну, ничего, я думаю, простят нас телезрители. Короче, я вот лично для себя, ну, я дотошный, мы все звуко-режиссеры, мы все зануды, дотошные, любим копаться, докапываться, я кучу этих слепых тестов провел, там сравнивал, не знаю, ленту, ухоженный мастеринговый штудер ленточный, взял, исследовал разные там плагины, плагины, слейтовские, уадовские, вейсовские и прочие, и некоторые, скажем, уадовские, мне даже больше понравились, как звучат, чем реальная лента, например, а какой-то плагин слейтовский в ноль звучал, то есть я вот переключаю, я сам себе устраивал слепой тест, там честно перед собой, не видишь, не понимаю, я все время путался и не мог понять, где лента, где плагин, вот, то, что я глухой, я это исключаю, все-таки, ну, блин, я доказал свой профессиональный статус, да, это как бы мои работы там для звезд звучат на радион-телевидении, как бы, ну, вряд ли я глухой, я понимаю, что я разбираюсь, у меня тренированный слух, я слышу это отличие, и, блин, опыт очень большой, да, слуховой, я думаю, что, да, что есть слуховой опыт, и это подтверждено, как бы, регалиями, что я там не глухой, что я могу разобраться, что хуже звучит, что лучше, блин, да не хуже, не лучше, некоторые приборы звучат по-другому, отличаются, как бы, и какой-то звукорежиссер, который эмоционально прикипел к аналогу, допустим, вот, ему нравится, что вот именно вот такой верх, такая сатурация, которая, его любимый прибор, который у него всегда стоит на масте, не может найти аналога, в плагине, да, ему кажется, что он лучше, а на самом деле это не лучше и не хуже, это другое, для слушателя пофигу, будет там высокопрофессиональный, качественный звук плагина, но чуть-чуть по-другому характер, там, этого верха, характер статурации, вы другой, слушателю абсолютно без разницы, все равно он получит очень качественную запись, эмоционально там наполненную, передающую полностью там стихи и эмоции автора этой песни, это без разницы, то есть, вот еще этот момент очень многие упускают, что не обязательно, чтобы плагин был похож на прибор, он может отличаться звук, ну и что, пусть отличается, потому что мы же профессиональные люди, мы можем отличающиеся звуки построить так в миксе, что это все равно будет круто, понимаешь, да, но с другой стороны рекол и эргономика убивает вот это все напрочь, вот, а кстати еще есть совершенно логически убийственный аргумент, который пока я не могу понять, кто мог бы его победить, что Сербан Женя, Эндрю Шепс, кто там, Майкл Брау, Майкл Брау переселил, они делают такие потрясающие миксы в коробке, сумасшедшие, которые у нас в России никто там не может повторить, на аналоге, не на аналоге, ну как бы, я не знаю, ты можешь вот этот аргумент логически как-то побить, что вот есть, не знаю, там Imagine Dragons, сделанный Сербаном, который слушаешь и охреневаешь, и кто у нас в аналоге может приблизиться к такому звуку. Да, то есть дело не в том, на чем сводишь, а дело в том самом результате, который ко всему этому приводит. Да, даже не, смотри, вот просто логически, если кто-то, там, не знаю, Эндрю Шепс, добился коммерческого высокопрофессионального звука в коробочке, то значит, это доказывает то, что эта технология годится, и она не хуже. Ну, в любом случае, тоже вот соглашусь, потому что, когда вот эта эра рассвета плагинов, скажем так, началась лет 10-15 назад, наверное, может быть, даже чуть раньше, но вот когда мы начали следить за этим, вот на Ютьюбе появились каналы Дэйва Пинсада, и вот у него потом был цикл интервью, и, собственно, они сами пробовали это на зуб, они-то все с аналога, в общем-то, пришли и говорят, а вот этот микс, и приходил там инженер, и там топ, или Грэмми получил, и приходит, сидит инженер напротив него, ну, вот имя не помню, не суть, там Грэмми получил, или там топ билборда запись, он говорит, я ее полностью в коробке сделал, и Пинсада уже, говорит, полностью, seriously, то есть серьезно, да-да-да, то есть звук полностью, с коробкой, говорит, и они потихоньку, сами обсуждая это, пришли к тому, что, ну, все, значит, уже индустрия переходит, переходит, и перешла таки на цифровое, более удобное, эргономичное, ну, по инерции, конечно, аналогу он остался, то есть в начале пути, например, можно записать с какими-то компрессорами, железными эквазерами, и в конце, например, на мастинге, а в середине, вот, ее уже труднее интегрировать, хотя кто-то по патч-б, там, все равно, в середине. Слушай, не исключено, что опять же здесь эмоциональная штука, потому что звукорежиссеры же, процентов на 80, это музыканты тоже, параллельно, они пришли из музыки, а у музыканта очень прокачанная эмоциональная сфера, как бы сфера... Здесь и сейчас быстрее. Блин, он видит стрелки прыгающие, он щупает ручки физические, да, у нас же мозг как устроен, что у нас зрительная информация, как у хищника, мне так кажется, превалирует над слуховой информацией. Допустим, если мы видим, что на нас крадется тигр, но не слышим, он тихо крадется, да, мы понимаем, что это опасно, и начинаем драпать, как животное в опасности. То есть у нас зрительная информация важнее для нашего анализа, потому что, типа, мы могли подумать, раз мы не слышим, значит, этого тигра нет. Такого же мы не можем сказать. И то же самое с аналогом. Мы видим дорогой аналоговый прибор, о котором мы мечтали с детства, и у нас мозг отрабатывает, что это круче. Вот честно было бы себя в слепом тесте заставить, а никто не делает слепых тестов. То есть именно сводить не глазами, а ушами, что называется. Да, и никто ведь этого не делает. Люди эмоциональные, подвержены воздействию эмоций, там эндорфины вырабатываются от того, что ты крутишь ручки дорогого, красивого прибора. Тебе хорошо, и тебе кажется, что звук лучше. Я вот этим объясняю. Потому что, о, вспомнил потрясающую совершенно историю. У меня есть приятель, здесь в Москве, этот продюсер тоже. Вот. Он приезженец аналога, просто яростный. То есть он считает, что только аналог годится, что настоящий жир только в аналоге. И, короче, как-то получилось так, что он шел мимо меня, у меня в студии, что-то мы записывали. Я его так поймал за рукав, говорю, садись вот, послушай, выбери, где аналог, а где лента, где лента, а где уадовский плагин, или там, я вот, слейтовский, не помню, неважно. Тыкал, тыкал ему, ну вот же, очевидно, здесь жир, здесь мясо, здесь мизь. Это плагин был. Причем, опять же, включается вот этот вот мой спич про мозг, про эмоции. Через пару лет я ему говорю, что, слушай, ну вот помнишь, ты же выбрал плагин в тесте. Я? Плагин? Да ты что? Там было очевидно, что плагин рядом не стоял по звуку тогда. Как сказать, искажение в мозгу даже произошло, и память подстроилась под его восприятие. Ну да, возможно, все это очень непросто, но я считаю, тут надо ориентироваться на, все равно мы делаем для людей, для, в том числе, и заказчик, то есть, если разницы там нет, то, собственно... Ну нет, честно говоря, заказчики-то, они и люди не разбираются. Ну тоже. Мы здесь должны быть... Мы не будем обижать заказчиков. Редко. А кто-то разбирается. Редко. Реально, у меня 80% музыкантов, которые записываются, допустим, просто трекинг ставишь, говорят, а это сведенное или не сведенное? Вот реально люди не понимают. Ну это комплимент вам, то есть так записали, что уже как звучит. А с другой стороны, типа сводить не умеешь, сведенное звучит так, что ты не понимаешь. Да, да, можно так и сяк. Повернуть можно так и сяк, да. Но все-таки, я человек разумный, я понимаю, что, так сказать, могу проанализировать что-то, есть тоже, опять же, слуховой опыт. Я понимаю, что несведенное хуже, сведенное лучше звучит, то есть, нет такого, прям очевидного фокапа. Просто музыканты не разбираются. Разбираются, действительно редкие какие-то артисты. И, кстати, в основном, добившиеся чего-то высоких результатов, хотя бы там, у которых есть поклонники, которые ротируются. И вот они? Они уже, они разбираются. Там реально ставишь крутую запись, не крутую рядом, он говорит, вот это круто, вот это не круто. И это, как правило, правильно. коррелируют. Да, да. Опять же, это тоже, мне кажется, неважно, потому что мы должны быть перед собой честны. То есть, если твоя профессиональная совесть тебе говорит, что, блин, все-таки лучше через аналог, пиши через аналог. Я вот так считаю. Я для себя проводил именно из-за этого, из-за своей профессиональной совести эти тесты, чтобы определить, как мне работать. Могу ли я работать в цифре, не будет ли это жертвой качества. И я пришел к выводу, что нет. Много тестов провел, про один я рассказал. Я понимаю, что ущерба качества не происходит. Хорошо. А вот какими именно приборами, какие любимые там плагины? Плагины? УАТ. Ну, так, чтобы у вас сректип. УАТ. Ну, то есть, это все те же эмуляции 1176, L2A, L2A, L2TEC, SSL-консоль, Channel Strip. Channel Strip я принципиально не люблю. Я их и железные имею, не нравятся. Мне даже эквалайзеры SSL не нравятся. И также, мне кажется, что масса есть эквалайзеров софтовых, которые круче. Не знаю, там, Кембридж-швадовский, он звучит круче, чем родной SSL-овский эквалайзер. Вот. Например. А еще какие? Они звучат не хуже, чем FabFilter, не хуже, чем ладовский Кембридж, например. Понятно. Очень высококачественный, прям хадэшный звук такой. И очень эргономичный. Вот это вот, как технический эквалайзер, скажем, там, резонансы повырезать. Это мой любимый, у меня на всех треках висит. Но у меня и Pultec на всех треках. Да, ну, тут разы кто-то по Pultecам прохладнее. Мне нравится, у меня и железный Pultec, поэтому люблю этот эквалайзер. Вполне очень дожился с 60-х до нас. Мне рассказывали даже историю, что к этой американской студии стоит прямо 24 этих Pultec на всех входах всего в консоли. он еще и дает краску определенную. То есть, когда пишут просто все через него. У меня, в принципе, близкая ситуация. На всех важных треках он висит. Слушай, вот еще, если быть совсем честными в этом разговоре, то вот мы обсудили, что тот же там Эндрю Шепс с Urban Engineer сводят в коробки, но мастерят-то они в аналоге. Они же получают цифровой файл, отправляют его на мастеринг, в мастеринг-контору, сами-то они не мастерят, а мастеринг до сих пор делается в аналоге. И в Лос-Анджелесе, и у нас, например, там Костя Матафонов тоже, он через ленту мастерит. Вот. И, причем мы с ним это обсуждали, он прям говорит, что, блин, лучше, ему вот кажется, что лучше. А что, да. Да, это тонкая тема такая, вот если мы будем честными, она остается открытой пока что. То есть не исключено, что мастеринговые плагины просто пока не доросли до мастерингового уровня. Вот что. То есть как вот было с компрессорами, когда они появились, плагины звучали очевидно хуже. Приборов, эквалайзеры. Когда они прозрачные были, компрессоры, а Ли-Ц1, типа такие вот, да? Ли-Ц1 уже хорошо, до этого. А, еще до этого. До этого, когда они только появились. Было прям очевидно, что хуже. Эквалайзеры многие хуже звучали, софтовые. Прошло время, алгоритмы улучшались, конторы работали, конкуренция работала, УАД появился, УАД-2 появился, достигли, все. Потом, та же фигня с ревибераторами. На начальном уровне плагины ревибератора проигрывали, все делали внешние ревибераторы, даже сводя в цифры. Все, достигли. Теперь уже не отличишь в слепом тесте ревибератор от железного. И так далее. Потом гитарные, кто там еще. И вот последняя, сейчас непреодоленная ступень, это мастеринговые плагины. Скорее всего, я думаю, года через два, через пять максимум напишут такие плагины, которые даже костью мотофона удовлетворят. И второй аспект, это то, о чем мы говорили, эмоциональное восприятие, что он слышит именно ту сатурацию, которая дает ему именно его прибор. Он ее любит, чисто как творческий человек, как музыкант, продюсер. И просто такой нету. Такой нету в софте еще. Пока что там нет такого инженера, который тоже полюбил бы ее. Именно эту сатурацию, именно этот магнитофон сделал модель. Может быть, еще в этом причине. Например, с гитарными плагинами, тоже там, с хорошими гитаристами говоришь, когда он говорит, блин, вот у меня вот мой аппарат, там лампы заменены неправильные, купленные на eBay, там они нестоковые. Там, значит, у меня там примочка кастомная. И попробуют и это сэмулировать. И сэмулировать, да. Потому что это уже определенно. Это, опять же, не вопрос лучше-хуже, а вопрос, что он есть свой. Да, это другое. Это не лучше, то есть вопрос качества, в принципе, я так думаю, мы обсудили. Слушай, насчет качества стоит это отметить, что я считаю, что цифровая запись качество обеспечивает сейчас выше, чем аналоговая. И подтверждение выше. Цифровая качественнее пишет. Там предел человеческого слуха с запасом, с огромным, пятикратным перекрывается, что вот ты в слепом тесте сядешь и послушаешь цифровую запись и просто, скажем, прямой сигнал с пульта, с микрофона. Я думаю, что 99% звукорежиссеров не отличит, если там писать от этого в 386 или там в DSD формате, как академическую музыку пишут. И подтверждение этому, что, скажем, там в США, да и у нас в России, вся академическая музыка пишется в цифру. Вот там же на Мосфильме, например, придешь, ты не заставишь ребят записать на ленту академическую музыку, потому что они скажут, е-мое, там динамический диапазон, шумы, все, компрессия, там это самый сложный для звукозаписи, технический, это запись оркестра, там динамический диапазон, колоссальный, все, АЧХ, да, пространственное восприятие в глубину, там очень много планов, вот, это самое трудное для передачи, и академические звукорежиссеры выбирают цифру, это тоже такой серьезный аргумент в пользу того, что цифровая запись, она уже превзошла аналоговую. Ну да, безусловно, достаточно качественная, качественная. Вот именно в техническом плане. А в клуб-музыку там перекрывается. Да, там-то вообще что-то, 4 динамический диапазон сейчас. У кого побольше, у кого поменьше сейчас. Простите, перебил вас. Это, я тебя перебиваю постоянно, извини. Вот. Да. Такие дела. Ага. Ну вот такой еще вопрос. Вот смотрите, микс-инженеры, вот, уже процесс сведения. Вот как вы именно сводите инструменты, вот, например, да, мы сводим сейчас голос в пачке его со всей, то есть вся каша звучит, весь микс, солируйте, или есть еще вот под группам, то есть мы там сейчас в басовой секции, там, а бас с барабанами, или там голос с чем-то, то есть вот как? Слушай, частично так, частично так. Вот, например, барабаны я сольно люблю сделать, скажем, чтобы добиться максимально жирной бочки, я ее долго слушаю одну, отдельно, без всего. Ага, все-таки солируете. Солирую, но гитары, гармонические инструменты, синтезаторы, там, рояль, вокал, уже в пачке слушаю, но иногда все-таки на некоторое время включая сольно, чтобы отловить мелкие детальки. Вот то, чем мы говорили, что классный микс, он очень мелко, детально проработан должен быть, не крупными мазками там накидали, а вот когда слушаешь там из Лос-Анджелеса микс того же, не знаю, Райана Хьюитта, например, настолько проработанный, там, каждый... А это какие, например, группы? Слушай, я сейчас не помню точно, давно уже это слушал, несколько лет назад. Ну да, просто что-то сориентируется. Типа Блинг-182, что-то такое. А, ну рок. Да, или Перцев даже он сводил. А слушай, а рок, это же, то, о чем мы говорили, это самое тяжелое. Панк, металл. Когда вот тяжелые гитары... Когда именно разгрести, да, перегруженные гитары, вовсю мочащие барабаны, кричащий вокал, когда все стараются переключать друг друга, их разгрести и уложить труднее, чем там фолк-музыки, где там 2-3 инструмента. Ну а вот, например, если мы засолировали, хорошо настроили, включаем в пачке, а пачка дала свои взаимовлияния, то есть бочка уже не такая шикарная, ну понимаете, о чем я говорю. То есть в пачке уже это все звучит не так, как мы это слушали. Получается, что надо... что-то такого не припомню. А, ну то есть нет такой проблемы. Ненормально, да. Я если сделал бочка и бас, отстроил их отдельно взаимодействующими, классно они... Ну все равно, в этой подгубке, то есть бочка и бас... Нет, нет, все равно я до баса полностью барабаны отдельно отстраиваю. А потом уже гармонические инструменты, скажем там, гитарки в общей пачке слушаю, но сделав немножко погромче, Вот тоже есть еще такой... Да, такой нюанс. То есть не просто в общей пачке, а все-таки ты ее делаешь громче, чем надо, чтобы все-таки слышать именно ее нюансы, гитарки. Да-да-да, есть вот еще такой... Еще один вариант, solo in front, вот я его вычитал, раньше в пультах SSL ты жмешь кнопку, он тебе выделяет по громкости инструмент, а, наоборот, он понижает все остальное, а вот этот инструмент становится громче. И ты его... То есть все равно ты пачку слышишь, просто меньше. Но все равно, я повторю, что на некоторое время я включаю соло, чтобы отловить резонансы. какие-то самые... Ну, я не фанат там гиперрезонансового шесть, вот, скажем, там мой учитель по звукорежиссуре, один из моих учителей, он там иногда бывает по шесть таких тонких. Все-таки синий. Я нет, я две. Три, может, на малом барабане, на вокале бывает три каких-то там прибью, может, динамически что-то, что-то нединамически. Вот, но, например, когда у тебя херачит там рок-группа вовсю на полной громкости босс-бачка, 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 вот, и гитара с низкочастотной составляющей, это просто ты не слышишь в общей пачке, где у тебя резонанс кабинета, например, что там какой-то горб. Ну, невозможно это выслушать, когда у тебя все включено. Да, когда все тоже очень трудно. Приходится, да, иногда выключать, солировать, и такие вот вещи, типа резонанс кабинета, чтобы притушить, его там отловить. Ну, да, я вот общаясь, постоянно прихожу к выводу, что все-таки наша профессия это какой-то компромисс. Мы вроде и в соло не можем полностью настроить, но мы и в пачке что-то не слышим. Мы громко, то есть постоянно не можем работать, но и тихо мы всего не слышим. Да. То есть мы постоянно... Слушай, блин, к сожалению, звукорежиссура это компромиссы. Всегда компромиссы. Да, да. То есть надо... Хвост вытянешь, там, голова вязла, голову вытянул, хвост вязла. Как бы сказать, кромысло. К кромысло, да. То есть там чуть-чуть во всем, да. Баса много, все, он уже тянет за собой. Верхняя середина, середина вверх уже невнятная. Поэтому, да, нужно какую-то взвешенность, мудрость иметь, чтобы вот постоянно эти компромиссные решения принимать и добиваться там на основе компромиссов какого-то идеального, лучшего результата. Да, опыт, конечно, тут играет. Да, вот максимализм и резкость в нашей профессии как раз вредят. Поэтому, наверное, звукорежиссеры все-таки зануды, что они копаются долго, нужно вот эти вот компромиссы там, кромысло это отловить. Ну, да, да, возможно. А вот эквализацией пользуетесь в плюс или в минус? Или и так, и так? И так, и так, но больше в минус. То есть, если, скажем, что-то паразит какой-то там, не знаю, там, резонанс мембраны или там в связках что-нибудь хрипит у человека на какой-нибудь противной частоте в минус. Понятное дело. Ну, естественно, это банально, что если записали мутновато что-то, хочется, чтобы оно поярче было. А вот хотелось бы поговорить про тех, кто работает дома, возможно, там, в акустически не идеальных комнатах, небольших. Вот возможно ли домашнему звукорежиссеру, продюсеру добиться приемлемого качества звучания на пятерках, семерках или, возможно, в наушниках, то есть, вот именно в домашних условиях. Да. Все это вопрос опыта, практики, слухового там какого-то опыта и практики. Возможно. То есть, ничего, что комната гудит, там у нее моды. Ничего, да, можно привыкнуть, можно ставить референсы и с ошибками слышать референсы и с такими же ошибками, повторяющими там референсы, понимать, что должно быть так. Ну, конечно, практика нужна, опять же, там, лет 10, если посводить где угодно, то будет опыт, будет понимание, что там, если я слышу гудешь, допустим, в комнату по низам, тогда надо надеть наушники и в наушниках проверить эту зону, там, проконтролировать еще раз. Вот. Или там еще есть такие способы, например, если комната плохая, совсем можно поближе к мониторам сесть, чтобы радио с гуглости попасть. Соответственно, сделав их потише. Ну, это кому как. То есть, можно сесть и прямо. Кому-то кайфануть, может, ненадолго там. Ну, конечно, слух надо беречь, но что делать, у нас такая профессия. Но, с другой стороны, к вопросу о том, что слух садится, не исключено, что и не садится, потому что у нас, если посмотреть, все крутые звук режиссеры в Лос-Анджелесе все старички бородатые всегда. Нет, Шетц, Брауэр, Брюс Свидом, который Майкл Джексон сводил. У нас тоже, если посмотреть в России, там, люди 60-летние и за 60 даже там есть, которые уделают любого молодого звук режиссера по звуку, выслушают любые там колонки, скажут свое экспертное мнение там про любой верх. Я это объясняю тем, что не исключено, что мы, когда работаем, мы волей-неволей прокачиваем кровоснабжение лучной раковины своей, и у звук режиссера она просто меньше деградирует, чем у простого человека, потому что мы тренируем свой слух и, видимо, есть у организма какие-то ресурсы, чтобы улучшалось кровоснабжение, например, и не так деградировали там клетки в ушах именно. Ну, как, не знаю, как, например, там 70-летний боксер, который постоянно все же занимается боксом, он спокойно победит там 20-летнего, который не занимался боксом. Вот такая аналогия. Интересно. Вот. А, ну, про домашнее сведение тоже это одна проблема, вторая проблема запись домашняя. Тоже дома записать, например, там вокал или акустическую гитару тоже проблематично. Но можно. Я когда начинал, я просто делал такие выкрутасы, берешь диван, например, ставишь его на попа, вот у тебя уже две стороны есть. Две уже стороны. Продвигаешь к шторам, у тебя три стороны закрыты. А с этой стороны на какую-нибудь стоечку, там, на стремянку одеяла повесил, сверху одеялом закрыл. То есть кое-как уже. Уже более-менее глухой такой, глухая кабинка получается, где можно вокал, акустическую гитару записать. Я, конечно, могу и более профессиональные какие-то советы дать, но это просто мы надолго за собой застрянем, до утра там, как ширму сделать, например, или там какие-то акустические панели можно сделать. В принципе, можно. Если заинтересует, хотя бы в комментариях можно спросить, по возможности Виктор ответит, если увидит комментарий. То есть базовые консультации по этому поводу. Слушайте, но базовые, я могу, знаете, что сказать, я могу подставить своего друга Артема Матуни, на него направить. Посмотрите, у меня ВКонтакте, в друзьях Артема Матуни. Совершенно потрясающий акустик. Вот я в этом, в акустике так, поверхностно разбираюсь, и то, что я у Артема посмотрел, он мне уже вторую студию построил. А Артем может именно даже самую плохую комнатку, он мне делал интеркомнату чуть ли не 9 квадратных метров, и я там ничего так нормально сводил, на наше радио это попадало и в ротации, и сдавалось, и звезды. Да, 9 квадратов, это неплохо. А он просто что-то пришел, посмотрел, подумал, как все это расположить, сделал какие-то панели, какие-то штуки сделал, и более-менее зазвучал. Все это он может. То есть обращайтесь к нему за недорого, сделает вам. Ну, вообще, это находка на самом деле, потому что вот эта студия и контрольная комната сделана, я так понимаю, Артем, да, вообще очень хорошо, потому что, да, вот мы слушали, то есть вообще ничего не гудит, и время затухания достаточно маленькое, поэтому... Круто. А вот еще тоже вопрос, вызывающий немало споров, дискуссий, например, сводить в наушниках, как вот вообще можно, нельзя, как относитесь? Слушай, к сожалению, я в этом деле не очень разбираюсь, потому что никогда этого не делал. Мне так повезло, что всю мою профессиональную деятельность, у меня всегда есть студия, я уже там сколько там, лет 20, у меня всегда есть своя студия, я свожу без наушников в студии. Но есть же примеры, например, Эндрю Шепс сводил наушниках где-то на гастролях, на ноутбуке, да, и это было принято клиентами, он сдал этот микс с минимальными коррекциями потом в студии, вот, пожалуйста. У нас тоже был пример, Юрий Иванович Богданов, как-то на форуме там мы что-то зарубились, и он раз в наушниках, в затычках просто свел быстренько, и это был охрененный микс, который многие там профессионалы на колонках в хорошей студии не смогут сделать. То есть просто есть примеры, что это можно. Значит, можно. Ну да, наушники все-таки тоже вопрос такой непростой, индивидуальный. Жизнь за пределами студии, что называется. Может, есть у вас какое-то хобби, как вот отдыхать и от всего этого? Отлично. Ну, хобби какое у меня? На самом деле связано с этим. У меня хобби, что мы сделали свой коллектив, ну, типа рок-группы, вот тоже там записываем песни, выступаем в клубах, вот у меня это хобби, там на гитаре поиграть в клубе. Ну, то все равно музыка. Обожаю, да. Но, честно говоря, это довольно другое. Звукорежиссура, это такая профессия серьезная, там, ты тут погружаешься, там, деньги за это платят, а там можно отрываться, там это бесплатно, в клубах где-то, даже в убыток обычно, вот именно для меня это хобби. Музыка. Музыка, да, музицирование, концертная деятельность, выступление, гитара. А книги, фильмы? Слушай, с книгами такая фигня, что если появляется время что-то почитать, то я читаю на профессиональную тему или посмотреть на Ютьюбе, и что-то на художественное мне уже не тянет просто. Мне кажется, я как-то в подростковом возрасте уже все художественное я перечитал, все впитал, да, и как-то что-то уже неинтересно. Мне интереснее почитать или посмотреть там про что-нибудь техническое новое по профессии, там, по звуку, да. Ну, а фильмы, я так понимаю. Фильмы люблю. Смотрю. Интересно. киноманы, в общем-то, обожаю там научные сериалы с научной фантастикой, типа там, не знаю, Стартрек. Ага, фанат, фанат Стартрека. Итак, друзья, у нас Блиц. Значит, вопросы не длинные, но ответы там могут быть любые. Значит, звукорежиссура это творческая или техническая профессия? 50 на 50 ровно. То есть, невозможно же, не зная там какие-то основы электротехники или хотя бы просто логического мышления при настройке плагина. это как бы техническая штука, да, а в то же время ты не можешь музыкальные инструменты сделать, просто даже баланс музыкальных инструментов, не будучи творческим человеком. То есть, ровно 50 на 50. И, кстати, извините, что не длинно, получается, есть нюанс. Например, технарь, не каждый сможет стать звукорежиссером, потому что он может вообще не понимать, скажем, сколько должно быть малого барабана относительно бочки. А музыкант сможет стать звукорежиссером все-таки со стороны творчества. То есть, научить музыканта поставить микрофон и сделать так, чтобы не было перегрузки при записи, можно, а это уже будет запись нормальная. В принципе, Ничего такого сложного нет, поставить микрофон и записать виланчин. То есть, творчество, оно все равно вот преимущество. Блин, получается, что я неправильно сказал, да. Вроде как 50 на 50, но преимущество у творчества. А вот с техникой, если уже нету такого творчества какого-то оформления, то... Да, допустим, человек понимает, полностью разбирается в том, как устроены алгоритмы в программе, может на ассемблере программировать, может там создать схему какого-нибудь электрического прибора, да, но он не поймет, сколько должно быть гитары в рок-песне, например, он не знает. И как его научить? Или там у него слуха совсем нет, он не врубается вообще в музыку, например. Любимый звукорежиссер или любимый звук? Слушай, Шепс, наверное. Знаешь, тоже это осознано, и даже у меня есть теория, почему. У него такой сухой, близкий, перекачанный звук, прямо все, за малый барабан тебя вдавливает внутрь головы, прям, малой реаберации, низ мощный, да. Я думаю, что вообще вот стиль и вкус к звуку у звукорежиссера, он идет из детства, скорее всего. То, что ты в детстве слушал, и я так подумал, а что я в детстве слушал первое, когда я вот увлекся музыкой, это у родителей Абба, например, играла на магнитофоне, на пластинках там, а у них как раз такой сухой звук, особо там без комнаты, скажем, барабаны, почти что основан на близких микрофонах. Не исключено, что это было даже обусловленной технологией, потому что они писали барабаны там в два прохода на четыре дорожки, там бочка, малый, и все остальное, четыре дорожки, им приходилось как бы сразу это отстраивать, скорее всего надо было принимать какие-то решения в пользу надежности, в пользу надежности, скажем, дать поменьше комнаты, потому что ты всегда, когда у тебя меньше комнаты, ничего плохого с поп-миксом не будет. Вот, и видимо, у меня вот любовь к этим сухим барабанам, сухому звуку близкому осталась от Аббы, и этот вкус, он имеет какое-то, значит, кардинальное различие. Например, у меня был разговор с человеком, которым я поставил в таком стиле сведенный такой есть фанковая группа Soul Leaf, там это доведено просто до гипертрофирования, там вообще никакой комнаты нет, там просто вот прямой малый микрофон прямо тебе в голову прямо выносит мозг, вот, и он послушал, говорит, это что? Это звук вообще? Это никуда не годится, то есть, настолько по-разному может два звуководистера воспринимать стиль сведения, а это на самом деле знаменитейшая студия была, где они писались, американская, которая с 50-летней историей по записи джаза, соло, там, вот, то есть, это не может быть факапом записи, это профессионалы так решили, вот, такая вот штука. Способствует ли критика развитию звука режиссера? конечно, если ты не слишком такой жеманный и какой-то там ранимый, истерический человек, то можно преодолеть вот это вот неприятность от критики, это, конечно, любому человеку неприятно, но если ты в холодном разуме подойдешь вот к самоанализу, и ты хочешь себе добра, саморазвития, то даже можно нарваться специально, я специально даже нарывался, скажем, выкладываешь на какой-нибудь форум, где там срачи постоянные, да, работу, и ладно, там, 20 будет не конструктивных, но обязательно кто-нибудь конструктивное что-то напишет, если ты проанализируешь это честно перед собой, там, без вот этих эмоций, там, обидок вырастешь, вот, да, кстати, я так с этим Артемом, который делал меня, я так и познакомился, мы с ним схватились на форуме, что-то там друг друга, там, ругали, опускали, но все-таки преодолели оба это, сказали, ну, давай познакомимся, давай пойдем кофейку попьем, познакомились, и с тех пор, вот, мы уже, не знаю, больше десяти, или там, десятки лет уже вместе дружим, он мне уже две студии сделал, вот, многое там в разговорах, он на меня повлиял, многое что-то дал, вот, так что... Да, оказался профессионал, то есть не просто так, там, критикой. Да, то есть я советую преодолевать вот эти вот неприятности и слушать критику. Любимый микрофон? Союз 013, вот, вот, если бы меня вот на необитаемый остров бы сказали, какой микрофон взять, вот, пару союзов, не потому, что они самые лучшие, конечно, не бывает лучших микрофонов, под задачу, у кого-то недостатки, плюсы-минусы, но эти наиболее универсальны, вот, можно писать вокал, акустическую гитару, можно гитарный комбарь, у него писать басовый комб, можно писать виолончель, он со всеми этими задачами справится высоко профессионально, на ура, даже просто этот вокал, любой причем, даже какой-нибудь хриплый, там, грузинский, с другими резонансами, он справится с этим, он такой усредненно все, ну, не усредненно, усредненно это негативное слово, в хорошем смысле, ну, линейно так, в хорошем смысле, все запишут, это будет прекрасненько, отлично, спасибо большое, друзья, ну, если вам понравилось, подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте, задавайте вопросы, напомню, у нас в гостях был звукорежиссер высокого уровня, Виктор Фарафонтов, спасибо, спасибо, до встречи, м-м-м, субтитры, спасибо, Продолжение следует...